Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Какова история создания Российского Красного Креста? С какими результатами самарские общественники встречают в 150-летие гуманитарной организации? Об этом говорим сегодня и в нашей студии председатель регионального отделения Российского Красного Креста Галина Подлужная. Здравствуйте, Галина Николаевна! Здравствуйте, Татьяна Владимировна! Ну давайте начнем с истории этой организации, какие у нее яркие страницы и какой был повод изначальный для ее создания? Ну, наверное, все знают, что это одна из старейших социально значимых общественных организаций, которые в 1867 году Александр II подписал указ о том, чтобы создать... Вначале было общество, благотворительное общество по помощи больным и раненым, а впоследствии в 1879 году переименовано Российское общество Красного Креста. Ну а в дальнейшем там было еще переименование Российской, допустим, не Российское общество, а Российский Красный Крест. Да, да, да. Или, ну в принципе, если взять нашу Самарскую область, то у нас здесь был Самарский обком Красного Креста, Самарский райком Красного Креста, ну впоследствии мы стали отделением Российского Красного Креста. Когда, так сказать, распался наш Советский Союз, у нас стало... У нас был союз общества Красного Креста, ведь это же международная организация, есть Федерация Международного Красного Креста, есть, как вам сказать, исполком Союза общества Красного Креста было. Но когда вот мы, как бы сказать, самостоятельно стали, стал Российский Красный Крест. А мы стали его отделениями. 189 регионов стали отделениями Российского Красного Креста. А сегодня в каждом регионе есть вообще эти отделения? В каждом. В каждом регионе. Но вы знаете, вот я вам просто сейчас пример один приведу. Буквально, по-моему, в 2012 году было сильное наводнение. И я знаю, что мы, наш регион, через Самарский Красный Крест, через наш счет, оказывали помощь Дальнему Востоку. И вот в Хабаровске был Красный Крест. А в автономной республике, сейчас скажу, еврейской автономной республике Красного Креста не было. И вся помощь со всей России, со всех регионов пошла на Хабаровский край. Вот так. И вот в последствии, буквально в ближайшее время, создали свою, они поняли, что все-таки надо иметь эту организацию, независимую организацию, общественную организацию. Всем миром мы ей помогли, так сказать. Конечно, мы поделились, там, Хабаровский край поделился с еврейской автономной республикой. Но потом люди поняли, что это надо иметь, такую организацию. То есть, когда значимость организации, ее важность особенно ярко проявляется, в какие моменты? Или, в принципе, вот она должна быть всегда и нейтрально так действовать? Кому-то тут помочь, там помочь. Нет, вы знаете, у нас есть как бы своя система. Вообще работаем под таким, как бы, не то что лозунгом, а под нашим таким вот девизом. Девизом, да, девизом не оставлять человека в беде и по мере возможности облегчить его страдания. И поэтому мы работаем, как бы, получается, на каждый день. Направление у нас одно, действительно, помогать людям. И в связи с тем, что у нас вот 23 года уже служба милосердия, Красного Креста, спасибо нашему правительству, Самарской области, что такую службу милосердия стали финансировать в 1994 году. И с тех пор мы работаем, создавая вот эту программу, вернее, реализовывая эту программу, службу милосердия, и оказываем повседневную помощь нашим медицинским сестрам, милосердия, ежедневно оказывают помощь тем больным, которых не обслуживает социальная служба. Понятно. Галина Николаевна, а кто вот состоит в вашей организации? Если у вас есть возможность оказывать помощь, значит, должны быть специалисты и медицинские сестры, или еще кто-то, просто человек. Да, у нас есть служба милосердия, нет, 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 есть служба. Раз она финансируется, это программа. Программа финансируется Министерством социально-демографической и семейной политики. И было, вы знаете, меняется зарплата, там повышается, средства остаются те же, получается, что мы уменьшаем количество медицинских сестер, и уменьшается количество обслуживаемых. У нас было 300 человек на обслуживании, я вам сейчас объясню. Связь-то прямая, конечно, сколько может обслужить сотрудники, сколько будет подопечных. И, вы знаете, мы обслуживаем ту категорию, которую не обслуживает социальная служба. Это онкологические больные, это психохроники, это больные небоцеллярные, и сахарный диабет тяжелая форма, бронхиальная астма. Вот эти пять направлений. Здесь особая ответственность. Особая ответственность. И здесь нужны медицинские сестра, потому что, когда придет социальный работник к тяжелобольному, он просто, вот, образно придет социальный работник, а человек задыхается, у него бронхиальная астма, и он не сможет быстро помочь. Поэтому здесь нужны медицинские сестры. А на сегодняшний момент, Галина Николаевна, сколько у вас нет? 42 единицы, а было когда-то и 140. Вот так. Поэтому, ну, в принципе, мы справляемся, вроде бы так. А больные эти одинокие. Поэтому мы не берем всех, если люди проживают с родственниками, с близкими, с детьми. Вы знаете, какой возник вопрос? Ведь есть же службы специальные, да, которые этим занимаются, соцобслуживание, да? Вы, получается, так параллельно идете. А как вы распределяете вот с тех же вот подопечных, так скажем? Да, мы так смотрим. Если очень тяжелый, больной, вот там даже разрешается ходить и нашим медицинским сестрам, и службе, и социальной службе. Если очень тяжелый, больной, лежачий, потому что медицинские сестры наши обслуживают, ну, четыре раза в неделю могут они ходить. И три дня человек может быть один с болезнью своей. Да, предоставлен сам себе. Но мы иногда привлекаем и добровольцев, потому что действительно, если лежачий, тяжелый, больной, она может лежать и даже, как вам сказать, одеяло упадет, и то она не сможет его на себя, так сказать, покрыть снова. Поэтому привлекаем добровольцев. Мы тесно работаем с Санниковой Татьяной и Александровной, вы на ней ее знаете. Это директор центра, нет, она была центра социализации, раньше она была, да? Да, сейчас городских волонтеров она всех под свое крыло. А сейчас центр добровольчества, я, это уже ему 10 лет, этому центру, не очень давно мы отметили, и я являюсь учредителем этого центра добровольчества. Давно с ней работаем, и тесно работаем, и вчера она тоже приходила. Да, у нее очень огромный, организаторский тоже опыт, молодец. Да, да, да. Я хотела, знаете, что уточнить, на каких условиях вы работаете с вашими подопечными? Они что-то отдают, вот даже вот с материальной точки зрения, если взять? С материальной точки зрения, вы знаете, вот я даже хочу сказать, что мы не полностью комплектовываем медицинскими сестрами, а больных нужно обслуживать. И мы берем младших, сестер милосердия, которые без медобразования, но работают у нас. Потому что при нашей заработной плате, при наших окладах 7,5 тысяч, а у нас еще есть такие медицинские сестры, которые одинокие с двумя детьми, и поэтому, конечно, такую заработную плату очень сложно найти и укомплектовать наши кадры. Ну, поэтому некоторые у нас очень долго работают. Вот я 43 года в Красном Кресте, я 73-го года, да. И некоторые медицинские сестры буквально где-то тоже около 40 лет со мной вместе работают. Потому что я была когда-то председателем райкома Красного Креста Советского района. Вместе работала, находился наш райком, мой офис, находился в исполкоме. Организация была очень значимая. Мы же, вы знаете, готовили и санитарные дружины, и санпостов, и донорство. Если в год до 8 тысяч доноров давали с одного района, то есть эта организация такая действительно очень была значимая. И работали с Людмилой Ивановной Дуровой, работали с Галиной Дмитриевной Светкиной, которой я до сих пор благодарна, потому что это благодаря ей вот эта программа была как бы организована, потому что в перестроечный период, ну просто, действительно, Красный Крест исчезал. И будучи руководителем управления социальной защиты населения, или потом впоследствии министром Галина Дмитриевна была, она поняла, что такая организация не должна умереть. Это же международная организация. И еще с Министерством здравоохранения они вышли на правительство нашей Самарской области и решили вопрос финансировать вот эту программу, которую разделили, как бы обосновывали тем, что тяжелых больных, социальные работники не всегда могут справиться с ними. А здесь нужна медицинская служба. Таким образом появилась в 1994 году такая служба, которая до сих пор работает. И хорошо. Вот я хотела такой вопрос задать. Если нас сейчас услышат телезрители, у кого-то сложилась такая ситуация, что вот пожилой родственник, да, часто просто вот это не так афишируется, об этом не говорят, но вот работающие дети, да, которым нужно зарабатывать, пожилые родители, которые вот уже немобильные, все, вот если они к вам обратятся, вы как-то вот от населения такое принимаете или нет? Если есть родственники, я могу, допустим, принять такую, как бы, заявку от родственников, если, ну, в сельской местности, допустим, мама живет в сельской местности, а дети живут здесь в городе, но они не могут постоянно туда ездить и обслуживать. Вот в таком слове, в таких случаях мы подключаем наших медицинских сестер. Ну, и районов-то 46, а медицинских сестер-то 42, поэтому более чем 6 человек я не имею права нагрузить. Даже у нас, в принципе, по правилам-то нашим и 5 человек должны обслуживать, но так как нас не хватает нашей службы, мы уже берем 6 человек. Ну, может быть, получается, не очень такие тяжелые, которые... Сами они не могут обслуживать, особенно в зимний период ходить куда-то, но по дому они, допустим, ходят. Вот таких можем и 6 взять. Но если очень тяжелые, больные, то там приходится подключать и социальные службы. Да, вот вы уже несколько раз сказали о международном статусе вашей организации. А как вы поддерживаете его? Вы вот общаетесь с зарубежнием? Мне приходится общаться. Вы знаете, я с 1990 года, я являюсь членом президиума нашего российского Красного Креста. Это уже 27 лет. И поэтому мне приходится общаться, потому что как члену президиума я езжу на всевозможные заседания, совещания, заседания президиумов. И, конечно, приходится мне и с федерацией общаться. И надо отдать должность, что в советские времена у нас очень много было доноров зарубежных. И очень много было программ, которых мы реализовывали во всех регионах Самарской, не Самарской области, в смысле, во всей России. И на Самарской области иногда перепадало так в год две программы, три. Но сейчас этого нет, потому что Владимир Владимирович Путин решил, что мы уже сами самостоятельно можем без всяких доноров зарубежных обеспечивать своих подопечных и реализовывать свои программы. И действительно, сейчас есть гранты от и президента, и местные гранты есть. И мы неоднократно выигрывали и реализовывали. Поэтому Красный Крест не сидит без дела. Мы работаем, мы стараемся, как бы сказать, мало того, что свою программу организовать, которая у нас уже постоянно служба милосердия, но у нас еще очень много других направлений, таких как работа с ветеранами, поддержка нашей, в смысле, Министерству здравоохранения в отношении донорства. Наш руководящий орган в Самарском Красном Кресте, это тоже президиум, состоит из 17 человек. В него входят два замминистра. Это Вдовенко, вчера был он у нас на нашей встрече, на нашем празднике. Да, Сергей Анатольевич, это первый заместитель министра здравоохранения Градасова Геннадия Николаевича. Значит, по линии социальной защиты, значит, у нас член президиума, тоже первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики, Рубежанский Олег Юрьевич. Ну да, он вчера не смог у нас присутствовать, он в Москве был, но вчера у нас была Оксана Олеговна, она нас курировала, это тоже заместитель министра. То есть поддержка это важна для вас? Да, очень важна, очень важна. И мы вместе, вы знаете, часто даже вот в Министерстве социально-демографической и семейной политики, когда встречают меня и говорят, Галина Николаевна, вы наша выручалка. В каком смысле? То есть взаимно, и не так вот от них вы ждете помощи. Если что-то нужно, они всегда обращаются, мы всегда совместно можем какие-то решить вопросы. Вот даже когда, по всей вероятности, правительство обратилось в министерство, чтобы собрать вот эти средства на помощь и Дальнем Востоке, и Краснодарскому краю, и, да, очень много, и министерство сказали, Галенька, мы вам доверяем, будьте добры, через свой счет. И действительно, мы отправили 30 миллионов, 93 копейки, мы все отправили на Дальний Восток. И у нас, конечно, есть и благодарственные письма из Краснодарского края, тоже 0,6 копейки отправили, то есть 6 миллионов было тогда собрано, и отправили. И, в общем-то, они нам доверяют, что это организация, которая себя ни в чем не запятнала, прозрачная. Мы отчитываемся буквально за каждую копеечку. Мы говорили о 150-летии, что это юбилей. Действительно, вот не каждая организация, не то, что не каждая, а редкая просуществует 150 лет. С какими результатами? Вот что самое главное вы подошли к этой дате? Вот на ваш взгляд, даже личные, может быть, какой-то? Вот какой личный результат? Ну, личные. Я не знаю, какие. Ну, вы уже сказали, 43 года, да? Да, 43 года, да. Это самый личный результат. 43 года я в Красном Кресте. И вчера вот Людмила Ивановна Дурова как раз сказала, говорит, что, конечно, это они меня, так сказать, пригласили в тот момент, когда, правильно, Людмила Ивановна вчера сказала, легко было работать, когда в одном районе, только в советском районе, собирали членские взносы 25 тысяч рублей. Это я была в советском районе и собирала членские взносы 25 тысяч. На тот момент это было 5 машин. Вот, по сумме это было 5 машин. И поэтому, конечно, были средства, на которые можно было развивать, помогать людям. А сейчас, когда был перестроечный этот период, и Красный Крест совершенно был, можно сказать, на нули, и Галина Дмитриевна Светкина, и Людмила Ивановна Дурова сказали, Галя, ты наш человек, мы видели, что ты справлялась в советском районе, промышленный район, большой район. Ты сможешь наладить. И вот вчера она сказала, да, хорошо было работать, когда все было. А когда пришла Галина Николаевна, нет денег, ничего нет. Благодаря тому, что, я еще раз говорю, что правительство финансировало вот эту программу, мы с нее как-то начали вот так вот развиваться, развиваться. И сейчас у нас есть и члены общества есть. А сколько их сегодня? Ну, сейчас у нас всего 15 тысяч. Это немного. Если раньше было миллионы по области, если у нас по области 3 миллиона, то 50% это были наши члены общества. И вы знаете, что характерно, из этих членских взносов в каждом районе на полставки был председатель. Мы из этих средств, и, конечно, велась работа. Структура уже организована. Конечно, он уже человек знает, он, во-первых, получает за это средства, и он обязан развивать эту деятельность, да. А сейчас, на добровольных началах, ну, при нашей рыночной экономике, все хотят еще и что-то заработать, потому что... Ну, жизнь есть жизнь, потому что, конечно, жизнь... Ну, на добровольных началах хорошо, можно помочь, да, но надо... А могу и не помочь. Да, но надо где-то работать, чтобы прокормить семью и помочь своим близким и так далее. Ну, вы уже поделились впечатлениями о вчерашнем вашем праздновании, давайте посмотрим репортаж и потом продолжим. Давайте. Вы знаете, я сегодня так много получила смс-ок, звонков, что так прошел прекрасный праздник, но мне так прям бальзам на душу, что действительно хорошо прошел, все ветераны довольны. 150 лет обязывает собрать людей, которые много лет работали, ветераны, и хотя не было у нас своих средств, но нам помогли организовать всем прекрасный подарок. Да, ну давайте окунемся в эту атмосферу. Сюда приходят по зову сердца. Раньше их называли сестрами милосердия, но в Красном Кресте работают и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые. Вячеслав Мжаве отдал благотворительной организации больше 40 лет. Работал на станции переливания крови, помогал людям, пострадавшим в чрезвычайных происшествиях. Конечно, многое изменилось. Но я хочу сказать, что главное – это честность, порядочность, добросоведность, умение сопряживать людям, их горю. Работа Красного Креста хоть и тесно связана с медициной, но помощь больше социальная и душевная. Главное направление благотворительной организации – работа сестер милосердия. У нас медицинские сестры, они выполняют больше, так скажем, медицинские функции. А милосердие, оно немножечко остается где-то по другую сторону. Красный Крест, он именно восполняет эту нишу. То есть это оказание тем помощи, которая нуждается именно в милосердии. Это душевные отношения, это уход. Каждый год в Самарской области помощь от Красного Креста получает больше тысячи человек. Добровольцы ухаживают за пожилыми людьми, оказывают помощь словом и делом. Они работают с беженцами, тяжелобольными, ищут доноров, проводят профилактику опасных заболеваний. За несколько лет обучили 200 волонтеров оказывать первую помощь. На торжественном концерте ветераны и заслуженные работники Красного Креста получили подарки и благодарности от областного правительства и Министерства здравоохранения. Галина Николаевна, еще кого-то, может, хотелось бы упомянуть, о ком не сказали вот в этом сюжете, какие-то еще впечатления? Мои впечатления здесь у нас, в принципе, о Красном Кресте могу говорить бесконечно, потому что действительно за все эти годы пришлось много столкнуться с такими фактами, когда люди не остаются равнодушными и помогают. Наш губернатор, дай бог ему здоровья, Николаю Ивановичу, потому что он уделяет большое внимание ветеранам. И они не могут прийти на встречи, которые устраивает губернатор наш с ветеранами. Они остаются дома. И мы, чтобы не оставлять их вот как-то наедине со своими там болезнями, мы им всем сделали подарки к Новому году. Нашим подопечным, которых мы обслуживаем. Ну и, конечно, те медицинские сестры, которые им разносили, мы им тоже, конечно, сделали подарки, потому что они с ним связаны. Ну, конечно, мотивация обязательно, нужно поощрять. Ну, дело в том, что они же не олигархи, они очень малоимущие, можно сказать. При 7,5 тысячи заработной плате, ну что можно сказать? Конечно, им помогать тоже надо. Вот, видите, какое у вас сердце. Не только таким вот категориям. А вот вообще какие категории подпадают под вашу опеку, так скажем? С кем вы вот работаете? Татьяна Владимировна, к нам идут различные категории людей, различные слои населения и многодетные семьи. И очень много, вот в 2014 году очень много прошли через нас беженцев с юго-востока Украины. Люди и сострадание. Вот сегодня эта ситуация как-то меняется, люди становятся более восприимчивыми к чужой беде. Или наоборот, вот если в целом. Или становятся жестче, черствее и так далее. Вот вы знаете, с неорганизованного населения, вернее, неорганизованное население, в члены общества очень сложно их. Конечно, мы стараемся через медицинские службы, допустим, через социальную службу. Это, конечно, благодаря Геннадию Николаевичу Гридасову, который поддержал. И вообще мне нравится его такой подход, когда я у него была, а мне он так сказал, Галина Николаевна, мы вам помогали, помогаем и будем помогать. И мне, когда я вот от него вышла, там некоторые говорят, ты что, как быстро ты? А мне больше ничего не надо. Мне три слова сказал Геннадий Николаевич, и достаточно. И я хочу сказать, что Марина Юрьевна Антимонова на своем совещании, ну там селекторное у нее было совещание, и в своем зале просто сказала, давайте мы поможем Красному Кресту, и будем все членами общества. И многие поддержали, создали. И поэтому у нас вот 15 тысяч все-таки у нас сейчас есть членов общества. И поэтому в поликлиниках, в больницах создали эти организации и избрали председателей Красного Креста. Вот тесно работаем. Я вчера награждала Татьяну Андрееву из больницы Семашко. Вот это есть такие люди, которые хотят вот помогать. Она председатель, она медсестра. Она медсестра, но ее избрали председателем, и уже она старается, она мне даже сегодня звонила и говорит, а вы ничего не собираетесь у нас проводить? Я говорю, ну пока нет, давай немножечко, я вот от этого мероприятия своего немножечко, во-первых, за многие вещи надо отчитываться, просто сейчас нет времени. Это раз. А во-вторых, мы у них, она уже вот организовывала встречу своих ветеранов, ветеранов-медиков. Я там присутствовала, мы там подарки им привезли. Галина Михайловна Абаимова, которая, ну она, как бы сказать, она врач и, как вам сказать, она организатор вот всех этих вот, ой, как вам правильно выразиться. Ну ладно, одним словом, она сейчас тоже работает, она была, работала в туб-диспансере, противотурклюзм-диспансере, и совмещает сейчас Семашка. И вот она тоже как-то вместе организовали все, этих ветеранов собрали, чаепитие, вплоть до того, что она съездила, Галина Михайловна, на свою дачу, нарвала там цветочков, в общем, испекла пирог, чай-то там мы тоже организовали. Сделали чаепитие, сделали им подарки. Потом еще приходила от Мальшина человек, который с ними зарядку провел, такую гимнастику какую-то на улице, и я тоже с ними там выходила. То есть с людьми надо работать, людей нужно привлекать, и они были очень довольны, что о них помнят, их пригласили, их вот наградили там и так далее. Такие нужно даже в медицинских учреждениях. Почему бы не сделать вот такую вот встречу ветеранов? Они забывают. Инициатива нужна, да, вот чтобы это организовать. И такие председатели. Вот вонка диспансерия. Конечно, вот благодаря такому ветерану Вячеславу Александровичу Мжаве, который действительно мы работаем с ним совместно уже 40 лет. Когда-то, когда я пришла девчонке, можно сказать, 27 лет в Советский район, и организовала районный день донора на 500 человек в клубе «Заря», а он приехал, еще молодой был, врач, хирург с областной станцией переливания крови. И посмотрела, говорит, Галина Николаевна, а что ты сделала здесь столько человек-то? Я говорю, ну я зато сделала в холле. Десять столов поставила, чтобы быстрее люди прошли, потому что люди с заводов. А он говорит, да, и как я вот здесь буду принимать, вот забирать эту кровь? Я говорю, я прокрацевала. Кварц все здесь, это несколько часов стояло. Он говорит, а штора плюшевая, а Маркс висит, а Энгельс с пылью столетней. Да, это же все в холле. Да, это в холле. И поэтому он говорит, хорошо, конечно, я тебя, так сказать, не подведу, потому что люди все с заводов пришли, у них будут прогулы, если у них они не сдадут сегодня кровь. Он забрал у этих 500 человек кровь, и вся кровь пошла на переработку. Но на переработку это тоже нужно. Конечно. Это 100 препаратов делается из крови. Поэтому люди, наверное, получили в достатке гамма-глобулин и другие препараты. Да, да, конечно, замечательно. Вот так вот начало было у нас с Вячеславом Александровичем. Такая встреча впервые была. Да, было 40 лет с лишним назад. И до сих пор он у нас с чемпрезидиумом. Во всем помогает. И первое, когда мы начали создавать первичные организации, чтобы избрать председателей, он сказал, он сейчас заместитель главного врача онкодиспансера нашего по гражданской обороне, и говорит, Галина Николаевна, у нас тут же провели собрание и избрали вот вам Наташу. Все, и Наташа уже моментально собрала нам чинские взносы людям. Мы сделали благотворительность туда им. То есть это тоже все. Помогаем друг другу. У вас, как у руководителя, душа болит о структуре, организации. Совершенно верно, конечно. И понятно, что юбилей 150 лет – это такая черта. И если коротко, о ваших планах ближайших. Вот что в ближайшее самое время, чем? Вот в ближайшее время сейчас с Виктором Ивановичем, это офицеры России, мы отправим на юго-восток Украины опять-таки благотворительную помощь в виде шприцов. Потому что в 15-м году, в 16-м году мы отправили два рефрижератора туда. Две огромные, не рефрижератора, может быть, может даже две фуры огромные совместно. И, конечно, большое спасибо руководству заводу «Прогресс», которые выделили огромное количество шприцов, тринитролинга – это сердечный препарат, который очень легко, типа пластыря, клеится на десну и моментально, типа нитроглицерина, оказывает помощь при сердечных заболеваниях. В общем, это направление у вас сейчас, ближайшая перспектива, основная помощь. А вот мы очень много отправили, и, конечно, фонд «Радость» нам там помогал, потому что нужно было 75 тысяч заплатить за фуру, чтобы ее отправить. Конечно, все это деньги. Это средства. Это кажется, что доброе дело, это бесплатно. На самом деле нет. Да, две фуры. Вот надо сказать Рубежанскому, и говорит, я бы никому не дал эти средства, которые выделили на беженца и так далее. А Красному Кресту дам. Я знаю, что он из-за них отчитается. Ну, мы действительно отчитались. Спасибо вам большое за то, что пришли. Поделились такой интересной информацией. С юбилеем еще раз. Всего хорошего. До свидания. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова